Александр Сергеевич, здравствуйте. А текущая эпидемиологическая ситуация в нашей республике? У нас за сутки зафиксировано 44 новых случая коронавирусной инфекции. Из них 33 в городе Якутск, 5 в Меганокангаласске, 4 в Нерунгридске и единичные случаи в ряде районов. В целом, хочу сказать, что у нас стабилизация на этом уровне определенная произошла. 40-50 случаев в сутки и коэффициент распространения инфекции у нас в районе 0,7-0,8, один из самых низких по стране. Соответственно, предложения, которые были внесены управлением Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия в адрес федеральной службы по снятию ряда ограничений и вступлению Якутии во второй этап снятия ограничений, они поддержаны. И указ мой уже подписан. Соответственно, с завтрашнего числа у нас отменяется режим полной самоизоляции по тем районам и городским округам, где он был ранее введен. Кроме лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, для которых от режима полной самоизоляции остается обязательным. Также отменяется режим полной самоизоляции на две недели для прибывающих в республику, кроме двух населенных пунктов Айхал и Удачный, которых эта ситуация по самоизоляции всех прибывающих продлевается еще на две недели. Разрешается работа торговых центров без фудкортов и игровых зон. Также разрешается работа уже библиотек, музеев, туристических баз, мест, связанных с туристическими комплексами. Разрешается работа летних кафе до нуля часов, то есть чтобы они круглосуточно не работали. Разрешается работа организованных пляжей при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. При этом прошу понимать, что режим повышенной готовности по республике сохраняется. Ряд ограничений остаются в целом по всей республике, в том числе, например, на проведение массовых мероприятий, на работу объектов кинотеатров, например, мест общественного питания некоторых. Также остается масочный режим, который необходимо соблюдать, опять же, по тем требованиям, которые были установлены ранее. В целом, хочу сказать, что если ситуация у нас будет стабильная, если у нас будет в дальнейшем сокращение количества больных, то, конечно же, в скором времени мы должны будем вступить уже недели через две и на третий этап снятия ограничений. Вместе с тем, прошу еще раз жителей республики понимать, что у нас борьба с коронавирусом далеко не закончена. У нас достаточно большое количество людей на аппаратах искусственной вентиляции легких, 10 человек. У нас много людей в тяжелом состоянии, количество больных по районам разное. Ну и вот в стационарных наших больницах учреждения здравоохранения находятся свыше 800 человек. Соответственно, расслабляться никак нельзя. Но еще раз хочу сказать, что вот если мы будем и в дальнейшем соблюдать все меры санитарные, начиная вот от элементарного матья рук, ношения масок, то в скором времени мы уже сможем все-таки ощутить уже коренной перелом в борьбе с этой болезнью. Спасибо.